Давайте еще разок. Сейчас будет коротенький обзор героя под названием Гэнзи. Е отражает рейнджовые атаки противника в направлении взгляда Гэнзи. То есть бежишь, тебе стреляют, ты выцеливаешься противника и он получает урон. Молниеносный удар бросается вперед, ранит врагов на пути, вызывает кровотечение. Убийства завершают время восстановления. И сюрикены, то есть молниеносным ударом нужно добивать желательно. То есть сюрикены работают на дальней и средней дистанции, а потом молниеносным ты врываешься и пытаешься убить человека. Пассивочка, киберловкость, позволяет карабкаться и совершать двойные прыжки. И ультимейт, клинок дракона. Что там написано? Как там, как убрать вообще этот чат? Ёб, РСТ. Ладно, посмотрим в игре непосредственно. Оружие, что-то там. Ну короче, он становится милишным, насколько я помню. Давайте посмотрим. У него 24 сюрикены, это раз. Это первая атака сюрикены. Три штуки вперед кидает. Точность очень хорошая. Очень хорошая точность. Никакого разброса нет. Сюрикену у него, как вы видите, находится в руке непосредственно. И вот три сюрикены выпускает за раз. Такая атака более быстрая. И на ближней дистанции, когда нет времени выцеливаться, лучше пользоваться, естественно, альтернативкой. И быстрее стрельба, и проще попасть. Так, это удар с кровотечением, соответственно, и с откатом. Так, у него кулдаун после применения 7 секунд. И Е. Где-то секунду действует Ешечка, перезарядка еще 6 секунд. Короче, нужно внимательно выбирать цели. Ой, мы уже тут нового товарища обескуражили. Единственное, что хп у него 200. То есть он такой дамагер, насколько я понимаю. Двойные прыжки. Там симметра стоит. Явно ловушки. Так, а можно ли как-нибудь обойти? Ох, ты ж ежик. Ничего себе. Так, дождусь я все-таки. Так, двойной прыжок. И карабкаемся по стенам. Ну, понятно, короче. Вот они, ловушки. Мои мечты. Это симметра, красавица. Ой. Поехали. Битва продолжается. Так, секундочку. О, неплохо. Как неплохо. Бастион все равно поворачивается, делает пару выстрелов и все равно... Давай, ультанем попробуем. Да, ультанул. Почти добил, кстати. Двойной прыжок и рывок можно вверх использовать. Ну да, я здесь зря полез на самом деле. И вроде как там народу много. Ну, хотя попадаю там в кого-то. Кого-то убил даже. Ну, помог в убийстве, так скажем. Блин. Я вот не знаю, могу ли я... Понятно. Хилка. Хилка. Нет, я ультовал! И заморозился. Необязательно добивать рывком, чтобы он откатился. А как он там... А, количество противников, что ли, бросается вперед, и они считают, что убийство врагов завершает время восстановления. Почему? Убийство же написано, врагов восстанавливает время восстановления. Ничего себе! Ну, это зря я, наверное, так врываюсь. Просто вот в толпу. Очень зря. Там ультовал еще... Как-то выглядит со стороны. Как это было... Неубедительно совсем. Урон хороший от него. Вот от этих вот штук влетает, конечно. Пытаюсь... Ну, я пытаюсь пройти куда-нибудь в тыл, для того, чтобы... Перезаряжаемся. Хиляемся. Ой, у него тут ультимейт еще. Вот это буря. Как у мейденки, в общем. И сразу. Да... И я тут вообще зря подошел. Не увидел ульту. Это тоже новый герой, которого я плохо знаю очень. Не знаю, чего от него ожидать. Какие там эффекты и... И прочее. Ну, конечно, конечно. У нас тут... У нас тут ловушки опять. Солдат сверху. Как... Как... Как из-за него лучше действовать? Надо выбрать нормальную... Нормальную стратегию. Да плохо. Пока там товарищ такой уязвимый, я... Ну, мне не удается понять вообще, как... Вообще, влетаю и умираю. Ну, у него... Ульта не дает дополнительного бонуса. То есть, он просто под ультой должен... Должен... Да, просто... Так, танка вроде забрали. Тут ультимейт опять... Был. Ну, вообще никак. И отражение, я тоже не понял, как работает. Пока еще. Вот сейчас отражение я узнул. Но оно, видимо, на пушку симметра не работает. Видимо, речь о каких-то выстрелах. Тут две товарищи в пуховиках... Две подруги в пуховиках. Да, симметра там наубивала. Я точно попал в лучшие. А там остальные отдаются на этих, на центрях. Поехали дальше. Ну, сейчас разберемся. Первый раз за героя. Надо понять вообще, какой стиль, какие у него особенности. На кого лезть, на кого не лезть. На какой дистанции. Да, все очень плохо. Отражает только снаряды и пули. Ну, симметр, мне кажется, снаряд он не отразит. Вот этот вот шарик, который летит. У него как раз способность... Вроде как это снаряд. По такой вылучить, типа обезьяны и Мэй нет. Не факт, кстати, что отразит он симметровский... Не факт, что он ракету отразит вообще. Это что же снаряд ракет? Надо тестить. Ценой жизни, правда, придется тестить, но... Приготовьтесь атаковать. Страна, кейт, играй что-то еще, если хочешь играть. Я хочу снять. Там оба выбрали крысовчиков и решили, что... Ну, один сказал, что мне, в общем-то, могу за другого сыграть, если ты хочешь сыграть за крысовчиков-то, пожалуйста. Ракета, говорит, отражает. И симметровский боул тоже. Так. Причем, во время Ешки я не могу ничего другое использовать. Да, он очень маневренный, конечно. Благодаря двойному прыжку, благодаря тому, что... Он может цепляться, то есть... Наверное, можно вот так вот сделать вообще. Ну, то есть... Раз, два... Блин. Раз, два и забраться, да. Почти. Че, че? Так, а кто у нас там? Вижу Макри, вижу солдата. Выходить отсюда уже я, желания никакого нет. Такой у меня выбор-то. Вроде есть альтернативный выход. Так, заря там точно есть. Вон она. Тут не забраться. Ну и ясно. Там симметра, я попробую... Йо-моё. Глупо я делаю, конечно. Глупо-глупо. Надо было бежать до аптечки. И много способностей. Я забываю про шифт вообще. Можно было взять аптечку через шифт, можно было ее порезать, попытаться. В любом случае, я повторю заход вот с этой стороны. Тем более, наши уже на точке, в общем. И способность откатилась, реально. Так, и по направлению к выстрелу надо делать. Понятно, понятно, понятно. То есть, как только отражаешь, нужно сразу... Сразу выцеливать... Продолжать выцеливать на противника. Найс. Да, эта механика мне в новинку, в общем. Так, пошел Resurrect. Забираюсь, чтобы не толпиться. Я не застать бросков. Женец здесь. Огонь по готовности. Блин. Стена, конечно, дикая. Да, ну... Ой, а тут плохо все. Нет! Сейчас, за хилкой. Но сейчас уже лучше. По крайней мере, я не так часто умираю. Начал способности более-менее использовать. Ой, нет! Да я же... Дурак. Вышел на ульту. Угу. Не действует отражение на ульту Макри. Ну, это было бы странно, если бы она действовала. А прикиньте, реально, отразил в Макри и его угуфнул. То есть, он выцеливает, выцеливает. Ты хопа, выходишь. Е прожимаешь. Ой, нет! Такой урон, конечно, от меха шикарный. Да, он дикий. Он реально дикий. Спасибо. Застыньте, не жевелитесь! Нет! Надо было ешкой уходить отсюда. К чертовой матери. Застыньте, не жевелитесь! Застыньте, не жевелитесь! Запоминаем! Одна минута, а мы точку не захватили. Ну, ультимейт почти готов. Правда, ультимейте начинается вообще полный неразбериха. Я не понимаю, как там... Что там происходит в ультимейте. Вот. Пацаны впереди биты. И сначала выходит Райанхард. Я захожу, соответственно, так. Блин, ну что ж такое? Я попробовал ульту. Да, тут вообще, ну... Когда ты уязаешь ульту, у тебя реально остаются те же самые 200 хп. И... Ну... И толку нет никакого. Осталось 10. Я сикификаю, в атаку, в атаку! Ну, я иду. Все, захватили точку. Это очень, конечно, радует. Да, классно. Ну, нет, только не туретка, ну... Блин! Короче, не юзаю ульту пока, не умеешь. Не юзаю ульту. Я бы лучше тут просто... Сейчас, расплак. Звездочками, блин, пострелял бы. Реально, уже третий раз юзаю ульту. И вообще, вообще без толку получается. Врываюсь из-за того, что сокращаю дистанцию, не знаю, чего ждать. И получаю очень много по лицу. Оу! Как это было, вообще? Нет! Капец. Да, вот что из-за колонны? Ну, там меня справа простреливали еще, поэтому особо... Так, у Райанхарта суперспособность... Накопилось. Так, я... Лучше сюда. Лучше сюда, говорю. Ой, вообще, а в бастион, представляете, как стрелять можно будет? И надо работать исключительно по одной цели в таком случае. Да ёп, РСТ. Короче, да, когда вы делаете Е, у вас должна быть четко одна цель, по крайней мере, которую вы отражаете вы от всех, наверняка. Но целиться нужно четко в одного. То есть не... Учитывая то, что способность работает буквально полторы секунды, или там, секунды, надо очень четко прям этот... Весь этот урон, который у тебя входит, рейнджовый, перенаправлять в людей других. Вот как сейчас, например. Только я сдох все равно. Потому что справа прилетел, опять же. Хорош. В этот раз все будет иначе. И причем, в идеале, ты должен Е-шку кидать вот за секунду до получения урона, чтобы ты его поглотил, отправил назад, и при этом не потерял в эту паузу... Не потерял в эту паузу хпшечку. Вот, вот сейчас нормально, вообще, зашло. Ой-е-е-е-е, не хватит хп! Да, зачем мне ульта? Вот зачем мне сейчас была ульта? 12 хитов, нажимаешь ульту, идиот! Да, 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 да. Одна минута. Осталась одна минута. да конечно на этот герой для меня на старте очень сложен ну как в принципе любые герои у которых там 150 200 хитов тут ошибка карается быстро ошибаешься часто учитывая особенность такую попробуем ой я сжал е но пофиг вообще это гг что мы имеем человек который должен пользоваться для него не должно быть преград на карте вообще никаких он может появляться в любом месте из-за того что запрыгивает карабкается ну и плюс он такой уязвимый ему нельзя находиться рядом с ну в группе войск то есть нельзя быть на виду он чем-то в этом плане похож на жнеца на трейсер ком отражено мне даже плюсанули не я продолжу конечно за него поиграющий конечно 2000 урона отражено а представляете как он великолепно работает против солдата ульты просто у солдата такой он врубает ультимейт у него на весь экран такая такой прицел и он вроде как должен стрелять а если стреляет он попадает по тебе в любом случае а там колоссальный урон правда секунду ты поотражаешь а потом придется валить скорее всего нужно сочетать ес шифтом уходить из-под огня или там куда-то миша скажи честно тебя заставили накручивать рейтинг опер геймеру на гг сидит 40 человек на твиче 30 на ю тубе у них 3k рейтинг ты продался говорит вас пуша вас пуша у нас ранжирование на главной странице количество зрителей в плеере ты можешь эту опцию поменять в бета профиле в своем и были долго трени относительно того как ранжировать по чату в частности по числу людей в чате или по количеству зрителей на гг плеере обсуждали в конференции ключевых стримеров накат трансляции меняемся к лучшему делали голосование и в результате по голосованию от пользователей пришли к тому что число зрителей большинство интереснее но за то что ты в общем то так формулируешь и обвиняешь на те фу его на 30 дней отдыхай нубас совсем страх потеряла молодежь делаешь делаешь работаешь идешь навстречу односложные товарищи который в одну просто в один шаг выводы делают поражает не создание совести просто реально обидно когда вот человек приходит и делает такой вывод ты там думаешь советуешься там думаешь как лучше а он и не разобрался вообще по какому принципу ранжирование идет еще кидает кто и дьявы не надо так это по-свински так макер такой развернутый спич двинул и даже подумал что вы не будет но я все-таки хотел объяснить для тех кто не в курсе но не не предъявляет претензий по этому поводу понимаете но как бы все равно должно найти привет мешаем как новые чемпионы ну я попробовал нашу диву она мне очень понравилась у нее действительно уникальная механика которая во первых подразумевает жизнь после смерти меха два разных ультимейта две разноплановые оружие до пушки и ну не эти две а пистолет и собственно оружие меха и стиль игры должен быть абсолютно разный что у основного меха что у дивы непосредственно покажи эмоции давайте посмотрим эмоции порежешь поехали ой нет нет я не могу отразить меня на кулдауне там сзади в район хард чей-то вообще что за люди пошли пошли хорошо достойно ешки добил меня поехали нет этот это не робот насколько я понял но он не может атаковать по умолчанию мечом а прикольно ну правда надо отразить еще постараться так чтобы так ладно я пойду им голен да конечно ай твою налево с руки убил там меньше 70 хитов оставалось хотя может и нет да с руки тамерлан перевел 100 рублей горит не горе спасибо ты на этомерлан сори что я бывает такое что я подгораю бывает что баню просто один шарик словил и все из 125 хп как с куста и никуда не пойду я после этого так надо попробовать одновременно с пацанами прорваться вот сюда вот понимаешь там ловушки скорее всего да ё-моё да прорвался сверху и зим он должен быть все что называется вы всегда понимать что где происходит для того чтобы ударять по слабым местам ни в коем случае не лезть на рожон если не уверен что там ну можно пройти вот как сейчас я полез я был неправ я умер опять словил шарики а сейчас можно учитывая то что давай 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 перегрев отлично просто давай 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 если то в общем-то но я пока осмотрюсь нужно поторопиться хорош никого никого где 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 кто кто где ой драк и все остылся настоящий ниндзя ну там трупы кстати но кто-то захватывается еще банк в этом . я не хочу врываться на ульте потому что не верю в успех этой компании попробовал поотражать все тлен жизнь боль туда я хрен заберусь ну я отразил одну ракету убедился том что ракета отражается и все но я думаю что мне за это персонажа нужно просто игр 20 наиграть для того чтобы лучше понять я лучше за диву сыграю на мне как-то более близко сейчас переключимся на на мы на третьего последнего персонажа но мне по сути нужно ну конечно грамота он перестает стрелять рокетом я уже думал сейчас отражу рокет и все будет ок хотя отражение продолжало работать потому что солдат солдат поймешь по мне стрелял и она должна была работать писать я там туретка 3 лвла справа сразу это дичь колоссальный урон она мне собственно и нанесла его и она продолжает там пилить наши труп 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 и 2 осталось один остался труп да конечно сейчас тамерлан перевел 500 болит говорит спасибо за две недели приятных вечеров со стримами от тебя не озвучивай не озвучивай пиши в самом начале потому что я сначала читаю потом соображаем так ну все давайте переключимся на на мэй мэй ой 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 мэй за нее я играл только против ботов чтобы способность посмотреть до вас и вообще статистика трындец латт у мэй сразу могу сказать что пушка с двумя режимами один на ближней дистанции замораживает другой медленно стреляет ну первый типа как шафта только побольше ауе а вторая выстреливает сосульки готовит их там и по за по 5 зарядов кажется стреляет так в юга ну это мэй донка очень похож на нее то есть урон вокруг замедление в конце концов заморозка запускает только не вокруг себя а вокруг никого дрона который ты кидаешь там и он вокруг замораживает криостатис это чисто сейфа белка делает мы неуязвимые восполняет ей здоровье не полная но там значительную часть ледяная стена вообще прекрасная штука для для оборону слушать а мы сейчас в атаке до подготовить к таки мои в атаке чем черт не шутит ну и эндотермический бластер вот первая так атак 200 кстати патрону почему быстрая так идет а вторая это сосульку за 50 выстреливает ё-моё ну мощное медленное хорошо ей стрелять тогда когда люди уже подморожены то есть насколько я понимаю можно первой атакой замедляет скорость перемещения и замораживать полностью а потом фигарит сосулькой причем сосулькой хорошо еще добивать тогда когда у тебя мало зарядов осталось если морозишь 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 там и на последний там выстреливаешь сколько бы тебя там ни было урон должен на мой взгляд идти фуловый то есть там останется 5 все равно добить можно удачно так left shift соответственно 4 секунды абсолютно неуязвимые плюс восстановление хп ну конечно стенку надо было поставить здесь всем моделька не достаточно большая из-за пуховика которая наносит да ну и стена соответственно ты ее выбираешь куда поставить и ставишь интересно что будет если все под ноги поставить понятным трейсерка кажется справа нету пара вообще холодно то что мощно бьет как не добился ай-яй-яй-яй-яй-яй карамба он плакат дивы смотрите действительно здесь он ты упадешь я знаю со временем падешь ой как страшно ведь их хп не все восстановили 187 где-то 150 восстанавливается до сосулька очень точная сравнительно быстро летит выстрел слышу трейсер ком давайте утонем час отлично утонул мой какой клевый покемон неплохо неплохо то есть желательно конечно сделать ульту тогда когда там после стяжки например какой-нибудь или войка у него же урон дикий вообще я только что увидел сколько она наносит обезьянки той же самой с ума с этим у нее r2 d2 за спиной только сейчас увидел два танка в команде в атаке это то что нужно люсио шикарный выбор жнец скорее всего сверх будет полезен если правильно будет отыгрывать свою роль против туреток бастионов там табьернов и прочих ну а я взял кого получилось короче нужно привыкнуть во первых атаковать основной работая на ближней дистанции в случае чего сразу ставишь shift если все плохо ставишь ешку или если все хорошо ставишь ешку а она далеко общее ссылку может сделать смотрите ничего себе это круто пользовать или активировал премиум на ваш канал прям активировал для вас спасибо попробуем ее а причем справа увидите можно не смотреть на количество патронов а у вас в самой пушке непосредственно так на стенку поставил типа куда-нибудь там красавчик сверху гад так давайте я лучше восстановлюсь не такой большой урон как я предполагал в первый раз причем мне кажется shift откатился я зря его не прожал в принципе так надо придумать еще стенки применения понятно на обороне шикарная работает часть заходит часть стенкой огораживается и все опять там фара где-то я не вижу не слышу вижу ханзо хорошо это было удачно применение стенки ой заморозка ё-моё и наверно ультануть надо сейчас да урон наносит замораживает но вот зря я умер то есть у меня особо не было выбора наверное хотя стенку я мог поставить перед собой слушать надо перед собой стрим в таком случае то есть после того как ты уходишь shift есть высокая вероятность что у тебя за эти четыре секунды откатится стенка и ты можешь понять каким образом ты можешь заблокировать противников за за стеной учитывая то что поставить ее можешь практически в любое место которое только видишь и та пауза которая у тебя есть в ну во время защиты вот этой вот ее надо использовать для того чтобы понять куда ставить следующую стенку болезнь я шивжал хорош но он добил там чисто можно закрывать еще снайперов на позиции стенками чтобы они не атаковали ну это конечно прохладные такие вещи но но теоретически это можно сделать можно закрывать туретки кто же чисто в теории я ничего не буду спасать так давай-ка хильнемся надо было ближе подойти ну по-другому зайти к этой к этой аптечке так shift тут я в ловушке еще попал кроме всего прочего ну конечно неплохо кофлях божечки-кошечки божечки-кошечки дженте понравится персонаж тут кошатник попал так вот теперь нужно делать льду делать стенку и смотреть кого-то можно было добить но некого было добивать мне красавчик убил на снайпера вроде я под подрезал да 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 просто закинул опять начались какие-то непонятные блин лаги у меня не плавно очень идет игра не знаешь чем-то связанным сейчас вроде прошло уже в который раз они туда поворачиваются да урон у нее конечно не 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 я шифт сжал опять это скорее все пинку же или есть задержка перед шифтом ну потому что уже второй раз я жму я слышу что летит ульта я понимаю что у меня там сто семь хитов и я должен сейчас сделать и восстановить и от нее избавиться но не успеваем лучший игрок манч орб за нее обязательно поиграть стенка дает особенно в обороне колоссальные хотя может быть даже и в атаке если нам получится ну если например стенка не пробивается по урону то получается мы можем закрывать того же самого бастиона или закрывать турельку табьерна спокойно вот вот так вот после заморозки сразу сосульку да 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 один пять вообще 8 4 среднюю как только заморозил действительно докидать сосульку у него вроде как урон по ну выше получается заморозка она скорее как под контроль идет лишение мобильности и полный дизейбл так скажем вывод из строя противника а или рукопашкой это инстакил то есть по замороженному противнику идет повышенный урон получается сложноватых персов добавили так в том-то и дело что ты можешь выбрать персонажей ну то есть можешь взять какую-нибудь обезьянку и вперед целиться не надо прыгаешь прожимаешь ей и все и радуешься жизни но если ты играешь более-менее активный тебе нужно интересно как раз более сложные с точки зрения механики персонажа ну вроде как то есть больше возможностей за счет этого появляется ну у одной стенки сколько представляете применений получается кроме вот ломится там три человека через через вход одного пропускаешь стенку ставишь двое ничего не могут сделать это вы принимаете спокойно это раз снайпер стреляет где-нибудь сверху ты все равно достаешь стенки туда до него ставишь ему стенку перед перед лицом и как бы он не стреляет ну это уже так приблизительно бастион стоит на стационарной обороне ты знаешь что он там есть ты знаешь что он колоссальный урон наносит и вам нужно заходить у вас там щит там о 300 хп классно накинули мне я не знаю рушится ли стенка я не видел чтобы ее рушили в принципе мне кажется она просто по времени спадает спадает так да стенку можно поставить где угодно правда издалека целится сложнее значительно и ей не надо бояться работать на ближней дистанции ну потому что неуязвимый вот сейчас плохо поставил стенку я хотел отгородить этого танка но не удалось как говорится не фортануло ой хорошо сейчас проверим это не инстакилл что за инстакилл там такие специалисты блин шифт еще не прожал это инстакилл если заморожен инстакилл это сразу когда убиваются одного удара инстакилл захватили первую точку к сожалению я не прожал еще шифт зафейлил вообще сильно новая позиция обороны объект б всю информацию надо проверять спасибо а тут уже что ли ну ничего себе ой нет во первых можно выйти из этой из этой темы не 4 секунды еще раз шифт нажимаешь и выходишь ну да так надо правильные эти кидать стеночки вот здесь вот так вот раз блин жесть зачем я тут сражаюсь так раз ульту кинем ульту кинем сюда очень хорошо но очень хорошо но бед этот герой проще чем предыдущий уверяю по механике значительно проще просто роль у него скорее дефенсная чем офенсная я даже не вижу откуда вообще звук вижу сверху один нет 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 давай лучше вот так сделаем а хотя можно было и по-другому выйти слева заходят я слышу ой плохо о хорошо фару снял видели как ну я увидел что он туда уходит но фары как правило возвращаются на такие позиции не с гармония пошла они слева снова снизу наверное зайдут а если ты ё-моё надо ультовать этим если стреляешь сосулькой что-то хрень получается ой нет не добро ой зря я лезу наверное хотя не стоит гоняться за такими пацанами и девчонками кто фаер от вилл что за стяжка снайпер работает наш не наш не наш вроде там туретку убивал снайпер о во 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 полегче это пара все и снайпер счастливо но у нее приличное количество скитов которое позволяет переживать выстрелы не в голову будет по по Ну да, стало попонятнее на самом деле Ой, сейчас будет Да кто? Плохо Вообще она так контрит этого тоже 10 убийств в серии уже О, не туда улетел Хотя, не, не достал, окей Мне уже этот герой нравится О, все, два выстрела, минус снайпер Зазевалась немножко и все Зачкал, поддержал ваш канал на сумму тысячу рублей Хейт, какой-то хейтер меня забанил Я не знаю Тысяча рублей Ну что, хейтера Я посмотрю, в общем, по логам, что там было Вряд ли просто так Но богатые люди не могут быть неправыми, правильно ведь? Это же просто невероятно Это же просто невероятно Так есть ультимейт, но я не знаю, когда мне лучше его использовать Они сами должны лезть Они будут вот на этой точке Поэтому подобный ультимейт, он тоже очень хорошо впишется в... Блин Ой Божечки-кошечки Давай ультанем Диву убиваем вместе с Зарей Ульта вроде тоже там на троих была Так что все нормально Единственное, что хочется, конечно, за... Поднакопить на новую До следующей атаки До следующей серьезной атаки Классно, броня и щиты 350 хп вместо 250 Плюс соточка, так прям зашло шикарно На шару пытаюсь пострелять туда вот Проходы Ой Иногда попадаю Чаще нет, конечно же Но учитывая дармовые патроны Ну, ломиться на красавчика тоже Дело неблагодарное абсолютно Так, трейсерка здесь Ай Так, у нас тут бастион есть Что немаловажно По нему стреляет пара Справа, вон оттуда А, нет, вот отсюда она стреляет Они все, в принципе, сейчас справа пойдут Хороший повод сейчас Ой, блин Капец Захватывает пацаны Да, их много Я не смогу Не смогу Но серия С 15 убийств уже хорошо Да, ведь, ребят Хотя пацаны вроде там справились Отбились Осталась последняя атака 20 секунд у них есть Кто-то будет ломиться Прям по это самое Прям через основной Мне кажется, что А вон, да, идет Оу На шифт можно было зажать Но зачем Зажимать шифт, если можно Так, есть ультимейт Ну все Точно сюда Заморозку и Готово Выиграли, скорее всего Ну, у них там 4 трупа, скорее всего 3 трупа 4 трупа Все, ГГ ГГ же Победа Герой очень интересный Особенно с точки зрения обороны Мне еще понравился тот факт, что Она выводит Она замораживает героя Вражеского Вне зависимости от его запаса хп То есть, вот, например, обезьянка Начинает льтовать У обезьянки там Сколько, 800 хп или косарь И неважно Ты нанесешь по ней По этой обезьянке 100 урона Там условные, да Которые нужны для Того, чтобы цель заморозилась И она заморозится То есть, вне зависимости от плотности объекта Она гарантированно заморозится Если ты нанесешь по ней урон Это очень круто Потому что Ну вот Потому что это гарантированно В выведении из строя Хоть и на время Но в выведении из строя 17 убийств 3 смерти Человечий говорит, что на ГГ нет демократии Стоп, я не понял Сейчас я для начала посмотрю За что там несчастного Пользователя забанили в чате Кто это сделал? За какое сообщение? Во сколько? Модератору Баны в чате За фразу Я заскринил Петр 74 раз Объяснись, пожалуйста За что ты человека забанил? Что в фразе Я заскринил Тебе не понравилось? Я забанил, говорит Петр 74 Ну я понял, что ты Ты вовремя понял, что Есть доступ ко всему Надо все читать Ну хоть на 2 часа Вообще там была провокация, говорит другой Ай-яй-яй-яй-яй Роджфул Это правда? Как детский сад какой-то, да Ну что Еще немножко Ну парочку матчей за нее поиграем Потом, наверное, выберу Кого-нибудь из стареньких героев За этот мир стоит побороться Да за дело там, говорят Забаню всех модераторов Так там не за что было больше Да, ей тоже целиться нужно То есть держать А то я тут напромахивался Дико Поставь, пожалуйста, эмоции Мэй Вот они Слышу Макри Он там отстреливается На наших впереди больше Поэтому, скорее всего Пойдем искать Сложные эмоции Точно кошатница Ну да, у нее Такая она В мехах вся С этим С покемоном Котики там Что-то у нее тоже Всплывают во фразах Котики-наркотики И... Или кошечки Вы прибываете в Ханамуру Опять Ханамура Только на этот раз атака Ох, и тут Какая-то дичь Уже середина матча Наши штурмуют точку А Бам-бам-бам Подгрузились Персонажи Симметры вижу О-о-о-о Там ловушек Дофига просто Понятно Зачем я так рано Шифт поставил Вообще не ясно Нет Ну заходим Заходим, пацаны Морозим нашу подругу Не-не-не-не-не Интересно Против трейсерки Работает эта штука Или нет Ну, то есть Неуязвимость На дно Молодец Меньше страданий Так Нет-нет-нет-нет-нет Вот как я ненавижу Эти Куреточки О, хорошо Вот уже Что-то пошло Получаться Пошло Получаться Пошло Пошло Так Как здесь стенку Поставить-то Подальше Так Раз Я всю команду Направил Я сейчас По другому пути Ой, хреново Как Там Это подруга Какой дракон Ты что Брось Заморозь Посмотри Жесть Как я тут жгу А Просто Михаил Жгун Ой Ху-ху 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 Трейсерки Еще в голову Там Вообще Давай 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 Нападай Нападай И тут Шифт Сработал Вообще Ну что Новый герой По топовой Появился Да Бывает плохо Серия С 10 убийств Офигеть Офигеть Unbelievable Просто Просто Уничтожаем Я пришел Они же Штурмовали Безуспешно И тут Я пришел Понимаете Мне сейчас Лучшего Должны дать Но Чуть Чуть Не дотянул Вон Вон Мой Ультимейт Вон Я убил Короче Лучшая Серия Убийств 11 Здравствуйте Соболи Ну ладно Мы то знаем Говорят В чатике Ну вы то видели Понимаете Они то не видели Им как бы показывают Но мы то знаем 11.0 Здравствуйте Я не умирал Просто Средняя статистика 5.3 Добрый вечер Я Бонд Флетчер 11.0 Карл 11.0 Стенки Шикарные Сейвы Изумительные Хедшоты Просто Комбинирование Одного типа Атаки с другим Вот так вот Незаметно Бобер Стал экспертом За 3 трая За Мэй Могу давать Уроки Бесплатно А потому что На воротнике У нее Говорят Песец Возможно Кстати Давайте еще разу Сыграем Стоит Побороться Ой Миша Хватит Уже Говорит Зельт Что Прекратить Не надо Так Жечь Не надо Так Морозить Слишком Круто Кто-то Написал Какая-то Нерда Отмороженная А мы Как бы Все Все Очень Социальные Люди Да Все Адекватные Да Охренел Конечно Тут Поставил Блин Да Хрень Выходит Где стенку Надо ставить На проходе Как только Врываются Люди Вовремя Да Мне не Поможет Жесть Как я жарю Умру Сейчас Только Надо Хильнуться Еще раз Да Не умею Пока Ставить Неплохо Вообще Без шансов То есть У нее Настолько Быстро Откатывается КД От Этой Штуки Она Говорит Комса Меда Или Что Там Она Говорит Блин Жесть Извини Ой Сюда Можно Ой Я Не могу Серия Карл Серия Сюда На Тресер Ковой Флох Жесть Нет 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 Обходи Там Защищать Надо Правда А я Отгородился Просто Жгут Просто Жгут Ой Плохо Вообще Классно Блин Я Тащусь От героя Просто Не 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 Нет Хрен Убьешь Ульта Пошла Ай 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 Не дошел До Шифта Жесть Серия С 9 Убийств Причем Я Так Как вообще Аркадил Я В тылу Был Постоянно А птички Можно Загораживать Тоже Прикольная Тема Жесть Просто Жесть Ну Очень Имбовый Герой На самом деле То есть У нее Огромное Количество Боезапасов Которые Выводят Одного Противника Из строя Практически Гарантированно Приемлемое Количество ХП Для того Чтобы По крайней Мере Выживать До Нажатия Шифта Стенка Настолько Многофункциональна Что я Уже Уже Сейчас Вот Извини Вот это Была Ульта Трейсерки Просто Была Ульта Трейсерки Просто Прожимаешь Свой Обычный Скилл Какой Скилл Михаила Да Казалось бы Обычный Блин Давай вот так Тогда Не Он Не Останавливает Нифига Просто Напросто Правда Они Идут Вперед Я Вижу Снайпер На самом Деле Хочу Сзади Зайти Ну Это Вообще Нагло Шифт Только Только Я его Жал Постоянно Если Честно Просто Жал 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 Уже Смотрел На КД Но Не Дожал Ледышки Смелее Разбивай Еще Один Пришел Эксперт Смелее Он Ледышки Разбивает Там Трупы Пацаны Там Трейсерка Вроде Где-то Там Гуляет Ну Я Один Конечно Тут Не Выстою Вот Он Тоже Зря Идет О Я Думал Тут Двоих Думал Это Обезьянка Не Наш Блин Зачем Я Альтернатив Стрелял Неправильно Не Всем Дали Overwatch Дай Хотя Бо В чатике Поумничать Это Да Блин Почему Почему Я Шифт Не Нажал Я Хотел Сейчас Как Раз Заморозить В голову Сосулькой Действительно Стрельнуть Может Против Одной Цели Это Круто Но я Боюсь Что Мы Проиграем Здесь Но Они Уже Здесь Понимаете Надо Настрелять Конечно Ну Хотя Полторы Минуты Трейсер Ко слева Обходят Я Слышал Я Уже Я Уже Нажимал Shift Мне Почему Это Развалился Даже От Этого А Там Шикардос Вообще Ну Да Там ДПС Отличный Просто Выходит Так Надо Собраться Надо Запоминать Сильные Стороны И Учитывать Слабые Обязательно Герои Не Аркадит Лишнего Ну Ульта Есть С одной Стороны Конечно Да Но Так Ульта Там Так Наш Ультимейт Да Вроде Ну 30 Секунд Я Просто Жду Ульту И Все Тут Можно Отгородить Сверху Фары Идет Солдат Идет Что-то Не попало Я кажется Ой Шифт Не поражал Вот это Вася Конечно Из-за этого Скорее всего Мы проиграем Там Двое Трое Один Не Не Нормально Вроде Кто-то Там Есть Знаешь Когда Там Все Наши Отлично Так Я Еще Поиграю Ребят Короче Что мы Имеем Пушка Весьма Специфичная Пушка Работает На Первая Атака Основная С которой Надо Начинать Безусловно Работать Против Противника На Ближней Дистанции Но Действительно Проверить Как по Голове Сосулька Работан Что Учитывая То Как Она Работает На Дистанции Она Сносит Где-то 70 100 ХП Ну Так Навскидку То есть Она Ближе К 100 Наверное Сносит В голову Это будет Ультимейт Просто Так Что-то Там Поддержали Рочь Фул Поддержал Канал Давай Устроим Показательную Что Давай Устроим Показательную Ха-ха-ха Ясно Нет Нет Вот Альтернативная Атака Учитывая Бесплатные Снаряды И Хорошую Точность Может Прекрасно Работать Просто Пока Противников Нет Закидываешь 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 Что касается Сейфа Билки Шифта Которая Делала тебя Неуязвим На срок Любой До 4 секунд Важна Возможность Отменить Эту способность В любой момент Ну и она Восстанавливает ХП То есть Это должно Быть Просто На подкорке То есть Ты в любой момент Должен Иметь Возможность Нажать Шифт Который Делал тебя Фактически Неуязвим У небольшого Количества Персонажей Есть такая Опция Сравнить Можно С Жнецовской Темой С перелетом Ну то есть Тоже неуязвим Становится Абсолютно Можно сравнить Только частично С Трейсеровской Темой Е Откат Времени То есть Фактически Она тоже Тебя делает Выводит Из поля боя Моментально Ну Ну Есть еще Ультимейт Близкие К К Способности Делающие Неуязвимым Ну Типа Люсио Который Добавляет Столько Хитов Что В первую Секунду Их Снять Практически Нереально Ну И конечно Стенка Со стенкой Вообще Сложно То есть Она Ставится Куда Угодно Практически На какое Угодно Расстояние Есть Разные Углы Стенки В сочетании С О Не все Перевели Видите Она Говорит Тут еще На заморском Вот Например На этой Карте Место Где Аптечка То есть За куток Где Находится Аптечка Хотя Таких Мест достаточно Много То есть Ты Всегда За аптечкой Куда Заходишь То есть Это Какой Дверной Проем То есть Если Туда Добежал Ты можешь Во-первых Ты можешь Противника Туда не пустить Если он От тебя Убегает Надо Стенку Использовать Не только В качестве Защитного Механизма Но и Можно блокировать Отступление Врагов Что Немаловажно Так Тут Сразу Мина Угасную Мину Устранили Ой Там Красавчик Сразу Каким-то Чудом Вообще Ой Прикольно Бастион Поднимается В воздух Если Стенку Под него Поставить Ну На стенку Поднимается Фактически Ай Чуть-чуть Не доморозило Заморозка Где-то После 100 Хитов То есть Я у Ханзо Я чувствовал Что сейчас Вот-вот-вот Он уже Заморозится Только Только нет Только не хватило Где-то 100 хп Снимаешь И срабатывает Триггер Заморозки Что Заходим Что ли Ой Все Ай Да На Ханзо Внимание Я врачил Он еще Ешечкой Чтобы Наверняка Так Есть ультимейт Пацаны Захватывают Уже точку Девчонки Бегут Да Под себя Тоже стенку Можно ставить Но не сразу Получилось Не получалось В принципе На самом деле Да Шифт Под мизинец Вообще Великолепно Встает Не мешает Истрейфу Не мешает Игре Нисколько И самое главное Учитывая то Что у него КД На шифте Очень Очень Небольшое Можно спокойно Перестреливаться Обмениваться ХП С противниками Размениваться Сейчас попробую Зайти Блин Шифт Не прожал Дурак Да А под ультой Надо переходить Точно На Атаку Вторую То есть Просто Выцеливать Их по головам Альтернативкой То есть Реально Криты Должны быть Там по 250 Снимать Все это дело Ну и пушка У него В альтернативке Крайне Точно А если Два раза нажать Е А вот так Вот Ничего себе Ульту на себя Не поможет Потому что Заморозка Сработала Все равно Ой Это наша ульта Я отменяю Защиту Замораживать Пробую этого И по голове Сразу Нет Перезарядка Сработала Ешки Матрешки Так А если Стенка Под себя Вау Добро Я понял Как ты Куру Ну это Вы убили С мечами Давай так Накинем Там два Ультимейта Пошло Эту Дурочку Убили Да Снимает Снимает Не 100 Где-то 70 Где-то 80 Снимает Насколько я вижу Ого Прикольно Прикольно Сбивает Стена Куда там С ударом Дракона Извини Имбовая Штука Ой Нет Вот это Плохо Там Взрыв Отмехом Но В общем-то Тут Все Ого На дно Да Столкнул Меня Турбосвин Своим Утимейтом Повтор Стена Убила Меня Судя по всему 75 Снимает На повторе Смерти Видно Было Окей Ну да Вроде Два Два С половин Деления Это Как раз 75 Маловато На самом деле Мне хотелось бы Большего Попробую Да Только нет Времени Объяснять Эта подруга Достаточно Божечки Кошечки Она говорит Божечки Кошечки Ультимейт Сейчас был Хэдшот Вроде Да Прикольно Очень хорошо Все сделали Вроде как Да На такой дистанции Не надо было Замораживать Этим Надо было Альтернативки Какие-то стрелять Гага Еще хочу Поиграть за нее Очень 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 Интересный Герой А стенку Вообще Осваивать И осваивать Тем более Я на нее Чем-то похож Такой же Наверное Плотненький Стенка Классная Хорошо И здесь Настрелял Красавчик Да Красавчик Простым Ей достаточно сложно Будет В лучшие моменты Выбраться Потому что Ну на мой взгляд Потому что ее Ультимейт Урона сильного Не наносит Ее основная Так Урона Сильного Не наносит То есть Надо Ультовать А потом Делать Четыре Хэдшота На свой Ну до Перезарядки Имеется ввиду До следующей Перезарядки Что сложно Потому что Ты сначала Должен еще Доморозить Желательно Одну цель То есть Три еще Выстрелы У тебя Остается В идеале Можно еще С руки Добавить В конце Кто ее Контрит Теоретически Ну Ранжевик Точный Ранжевик Солдат Вроде Хорошо Ее должен Короткими Очередями Расстреливать Но это так Это не Контра Чистая Я не знаю Кто ее Контрит Если стенку Танки не Разбивают Чарджем Например То Я даже Не знаю На ближней Дистанции Она Мочит Любого Кроме Героев Заточенных На мели Ну Типа Ну Да Близкий Рейндж Так Скажем Типа Жнеца Но Райенхард Ее точно Не контрит Потому что Она просто От него Отступать Будет Отстреливаться И замораживать Ему Не хватит Просто Урона Для того Чтобы Ее снять А вот Жнец Да И он В 3 Выстрела Наверное В 3 В 4 Выстрела Будет Убивать До того Как она Сможет Нанести Крит Урон И заморозит В конце Концов Он может Шифт Тоже Прожать И Она Уходит В инвиз В смысле В инвул И он Уходит В инвул Там Обоюбная Такая Пауза И продолжение Банкета А так Она Выглядит Очень Незбалансированный На мой взгляд То есть Как раз Великолепно Работает На ближней Дистанции Неплохо Работает На дальней Дистанции Стенка Многофункциональная Ее Еще Крайне Сложно Убить Из-за Чуть Большего Количества ХП Чем Стандартного И То что Время У тебя Ограничено Пока Тебя Не Заморозит И То что Есть Шифт Еще Ой Прострелил Нифига Себе Сейчас Снайпер Кританул Меня Пробивается Кстати Стена Сквозь Кажется Насколько Я понял Вообще На мне Сфера Ломиться Один Ну я не танк Я все равно Ломиться Не смогу Ой Тихо Моя Я же заморозила Подруга Как она прошла За машину Наверное Прошла Да И Видите Он как Отрезал Меня Грамотно Надо было Мне Стенку Под себя Делать Стенку Под себя Ну в это Время Там Пацаны Прорываются Но их Там мало Осталось Двое Всего Еще Двое Слева Тоже Прикольная Тема Таки Ты ее Курал Блин Вот Зря Не прожал Шифт Жалел 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 Да Вот Такие Вещи Типа Комнаты В которой Находится Симметра С кем-то При штурме Они довольно часто Встречаются И Брать Просто Ее Закрывать Чтобы Она Оттуда Не стреляла Никак И Чтобы Оттуда Никто Не цеплял Вас Ой Не Нельзя Хотя Можно С Райнхарт Можно А давай Капуль Танем В голову Еще А нет Вот еще Блин Как не добили Это Ё-моё Ну Ребята Ну Ладно Я Дурын Да Бросил Одного Не добил Второй Хэдшот Не поставил Там же Двое Наших Были Еще Во время Ульты Как-то Они умерли До этого Видимо Или в процессе Так Надо Надо Еще Вспоминать Про Про Выбор Наиболее Интересных Целей Про Позиционирование Про Ангел Наш Не наш Да Е-мое Попал Я Кстати В нее Сейчас Сосульки Где О Кстати Хорошо Симметру Еще Контрит Тем Что Заходит В здание С ловушками И Может Спокойно Нажать Shift И посмотреть Где они Находятся В то время Пока Выигрываю Время Вот Ее Роль Кроме Всего Прочего Это Привлечение Внимания Ее Во-первых Убить Сложно И Благодаря Стенке Она Может Просто Зайдет В какое-нибудь Помещение За нее Гонится Кто-то Там Она Замедляет Она Замораживает Она Отступает Заходит Куда-то Ставит Стенку Или Под Себя Делает Стенку Проходит Таким Образом Чтобы Ну Это Мульта Ну Вроде Как Ну Ясно Я В разок Попал Ну Буду Знать На Минуты Осталось Ультимейт Есть Ждем Танков А куда Ты Вышел Друг Там Ульта Пошла Нельзя Нельзя Блин Только Шифт Откатился Не успею Скорее Все Десять Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Вообще Найс Да Бывает 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 Лучший Игрок Матч Так Дайте Еще разок Сыграю За нее Ну Я Наверное За нее Просто Даже Без Стрим Поиграю Жалко Райенхарта Сори Отвлекся Как себе Два Мне вот Более понятно Именно Дива И Мэй А вот За того Товарищей Очень плохо У меня получается Играть Там Нужна скорость Там Нужна реакция Там Нужна Там Нет права На ошибку Нужно Значительно Больше Опыта За него Чтобы Хорошо Играть Как по Мне То есть Там Ты Врываешься Совершаешь Во-первых Если Ты принимаешь Решение О врыве Которого Не нужно Было Делать Ты Терпишь Сразу Во-вторых Если Ты Во время Врыва Совершаешь Одну Ошибку Тебя Скорее Все За это Накажут А тут Во-первых Ренджевик ХП Побольше Есть Возможность Стать неуязвимым Восстановить ХП То есть Эти попроще Ну и танк Соответственно Тоже Мне вообще Танки нравятся Потому что Они Для новичка Значительно Более Простые Ох Спасибо Спасибо Большое Это Симметрия Спасибо За 300 ХП Ну это Еще Особенности Стиля игры Естественно Возможно У вас Совсем Другая Ситуация То есть Кто-то Кому-то Нравится Например За снайпер Играть Кому-то За танка Кому-то За саппорт И самое главное Не просто нравится Но и получается Лучше играть За Я наверное Буду здесь Скорее всего Вместе с симметрой Хотя куда-то Они Нет Ладно Тогда начнем Пораньше В этом доме Она в домах Хорошо себя должна Чувствовать Из-за стенок Тут Если стенку Поставил Поставил Ту-ту-ту Ту-ту-ту Где А вот ловушки Ладно Я зазарю буду Тогда Она танкует И вперед Сразу два попадания Там Ханзо уже Поплохел Большую часть ХП сняли Ой Плохо Ну Это пара Е-мое Парач Полетит Куда-то Туда А ее Там Встречает Снайпер Оу Тихо Полегче Я не боюсь Обезьянка На самом деле И зря Не боюсь Ну я пойду С ней Пообщаюсь А че так Больно-то Поп И все Понимаете В чем Петрушка И все Убьет Но в голову Что-то Я то ли Не попал То ли Еще Что-то Не знаю Надо добить Ай ты Смотри Какой Макак Классно Ну то есть Реально Видите Насколько Сложно Ну в принципе Убить Даже идет Вот Вроде как Сильный Танк С Там Считано На нее Правда Не действует Как бы Толку от него Нет Держимся Птихонечку Помним Про ультимейт О Давай-ка Заморозочку Сюда Тоже О Это плохо О Прикольно Я отгородил Пацанов Тут Обезьянку Вижу Да В голову Конечно Шикарная Работает Нет Шиф Забыл Там Очень много Быстро Влетело У меня Ой Резурректик Резурректик Хорошо Умри 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 Ультимейт Контридс Только Я все равно Правда Здесь Не справлюсь Ну давай Ультанем Вообще Жгу Ну правда Не жгу Сейчас Меня убьет Но я еще Некоторое Время Поживу Так Как бы Мне уйти Отсюда Ааа Нет Ушел Герой Великолепный ОП ОП Это меня вытолкнули Просто на самом деле Я шел то нормально Вот прям Читайте по губам И ее будут нерфить А вебки нет Будут нерфить Говорю Так Надо возвращаться Только пацанам Так Здесь у нас В любое место Ставится стенка И тут Ставится стенка Великолепно Надо примерять Вообще Опытный игрок Должен Все эти точки Знать И ставить Стенки Безошибочно Вообще И у кого Это ульта Извини меня Ой Там много трупов Ребят Там реально Много трупов Наших Сейчас Будет плохо И слева Скорее всего Будет сейчас Обходить Или наверх Пойдет Она фара Симметра Вот в данной Ситуации Уже Не настолько Хороша Да Она себя плохо Чувствует Все таки На дальней дистанции Если вот так Спам идет Ой Обезьянка пошла Я слышу Вон она Хай так Не надо Сделать Ой Плохо Нас убьют Сейчас У меня как раз Ну а что я могу Сделать Я тут не мог Ничего сделать Уже К сожалению Но это не считается Игра Давайте еще раз И вроде как Жег Вроде издевался Вначале Над обезьяной Поиздевался Потом поиздевался Над товарищами На точке А Убил там Рипера Убил Еще раз Обезьяну Потом еще Подержался Вроде Ну хотя Черт его знает Не Можно лучше Можно значительно Лучше За этого героя Играть Значительно Лучше Так у нас Есть еще Время Так Ну вот Если Грамотная Фара Если Грамотный Снайпер То они Будут Уворачиваться От твоих Выстрелов И тебя Подспамливать Это точно То есть На дальней Дистанции Она работает Не очень Хорошо То есть Нужно Искать Какие-то Помещения Или Коридоры Где Работает Хорошо Стенка И чтобы Работала Ну Достреливал Ты из Первого Вида Оружия И Наверное Зря Просто На точке Стоял По привычке Далеко То есть Мне надо было Как раз Уходить Во фланг Туда Куда-нибудь Налево Например К аптечке И К теми же Самым Снайперам Фарам Подходить Сбоку Потому что Повторюсь Если Если Вы Находитесь В коридоре И у вас Два Скилла Не на КД То Вас Никак Вообще Не Убьют То есть В вас Начинает Входить Урон Вы Успеваете Допустим Нажать Shift У вас Есть Четыре Секунды Неуязвимости Для того Чтобы Понять Где Находятся Противники Где Находятся Вы И Где Вам Нужно Поставить Стенку Таким Образом Чтобы Противники Вас Не Достали Все Больше Ничего Не Нужно Делать И Если Освоить Эту Методу То Я думаю Так Нагло Можно Уже Сейчас Проклевывается Наглость В Игре За Этого Героя Чувствую Себя Безнаказанным За Этого Меня На Это Самое Наказывают Карают Но Ощущение Это Правильное То есть Я Вижу Что Что Она Может Вытворять Сейчас Попробую Занять Помещение Вот Справа Как Туда Очень Часто Заходят Плюс Там Еще Бастион Отлично Во-первых Здесь Можно Закрыть Проход Здесь Наверное Можно Тоже Весь Проход Закрыть Тоже Прекрасно Какие Данные Это Что Надо Всех Уничтожить Фара С Ангелом Бастион Райенхарт Так А Бастион Ты Где Вот Я Сейчас Не Понял Бастион У нас Верху Ты Уверен Вдруг И Главное На же Время Еще Выигрывать Понимаете Время Вот И Кто На Ее Сейчас Полезет В общем Ты Полезешь Давай Лезь Сейчас Хилку Надо Взять Еще Замораживаем Голову Не Хватает Не Хватило И Стенка Вот я Опять Вот Стенка Откатилась Три секунды Назад Блин Уже мог Поставить Стенку Сто раз Он К тебе В этот Угол Никак Не Зайдет Все Просто Помещение Помещение Это наше Все Уже На ульту Практически Настрелял Ешки Матрешки Причем Она Благодаря Своей Вот Этой Теме С Неуязвимой С восстановлением ХП Должна Вытанковать Ну Не то что Настреливать Себе На ультимейт Но Она Здоровье Может Восполнять Достаточно Быстро И Ну Сейчас Плохо Конечно Ни хрена Не видно Вообще Я займу Вот Ой Вот это Ошибка Это Грубая Ошибка Я просто Взял Не отменил Стенку Поставил Стенку Не в проходе А черт знает Где Простите Пацаны Я сейчас Дискредитирую Мэй Надо к ней Относиться Значительно Более Трепетным И аккуратным Ну Не допускать Вот таких Грубых Ошибок Так Бестион Ультует Вот это Плохо Там Фара Настреливает Блин Нельзя здесь Находиться Блин Ангел Черт возьми А Плохо 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 Можно даже Лечить его В этой Форме Давай Заморозку Шифт Не поражал Резурек Где я оказался В общем Черт возьми Не Надо Я вообще Сейчас не ориентируюсь Нас Нас вообще Выносят Полностью Куроу Да 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 Просто Выносят Но Она не Маневренная Еще Это Один из Минусов Безусловно Там Еще Один Ультимейт Да Вы Издеваетесь Парой Сейчас Вверху Блин Да Что Я Все Словил Нельзя Расслабляться Ну Нельзя Вот Так Вот Выходить Один В В миллион Просто Особенно Против Более Менее Точных Товарищей Они Очень Быстро Двигаются Крысавчик У нас В коллективе Сверху Фару Вижу Настрелял На ульту Давайте Ультанем Блин Там Урона Носится Заморозка Идет Но я Не успел Поработать С остальными На ульту То есть Не пострелял Нифига И надо Посмотреть Насколько Далеко Можно Ее кидать Блоч Стенкой Пусть Не ехал Ну понятно Советы Опять Видят Экспертов Черт Фара У них Конечно Знатная Ой Там Пара уже Ну что Давайте Тогда Я туретка Сыграем Нет 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 Не изменяй Не изменяй Мэй Все из-за того Что ты хреново играешь Из-за того Что она такая Ну мы тут проиграли Это я вижу Понятно Ох и ультимейт От Люси Да Да Ну я слышал ульту Но уже было неважно Хорошо вышел Ох Это шикарно Там 4 киллса Просто Это лучший момент Будет матч Точно Так Тут еще карта Конечно Накладывает Ограничения Да Этот покажет Как раз Самый последний момент Сейчас Раз Раз Два Три Четыре Или раз Два Три Там Ну в общем Красиво Вышел Ясакен Ясакен Так 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 Последний раз Сыграем за Мэй И наверное Переключимся Потихонечку на Варкрафт Можно Зарю закрыть Потому что Сегодня Заря Заря была В самом начале И сразу Два раза Лучший Игрок Матча За этот мир Стоит побороться Ну этот герой Пока что у меня В тройке точно Наиболее любимых Интересных Находится Оборона То же самое В общем Та же самая карта Тоже оборона Возможно Ей стоит На протяжении Всей вот этой вот Карты Там правда Только в начале Есть Две точки Две-три точки Где можно Неплохо Чувствовать Ну в помещении Так скажем А кто первые два Ну первые точно Заря Прям точно Заря А вот Второго Наверное Красавчик Все-таки Справа Смотрите Патроны Уходят Из пушки Утекает Как его Назовать Какой-нибудь Это не азот Наверное Жидкий Ну в общем Что-то Что-то концентрированное И очень холодное Так Кто у нас Так кто у нас Крысавчик Это Бьерн Ханзо Ну Уинстон имеется ввиду И Дзиньята Вот здесь Вот здесь Вот здесь вот Очень комфортно Мне Прям хорошо Главное Понять С какой стороны Будет заходить Потому что Если заходит отсюда Стенка так Если заходит отсюда Стенка так А если с обоих сторон То надо наверх вообще валить Короче Посмотри Вот здесь Лучше Так Тут никто не выйдет Ну или выйдет Но не скоро Молодцы Снимается Щит Не шифтом Повторным А А выстрелом Обычным То есть атакой Скорее всего Сейчас сбоку пойдут Не не сбоку Там уже Настреляла наша Подруга На ульту Я понял тебя Там турельку убивает Пара сверху стреляет Блин Мышка уперлась Уперлась не туда Клево да Поставил стенку Чтоб никто Кроме не подошел И чтоб мы этого Табьерна убили Пара да Пара надо Должна была Уходить Блин КП нет Плохо Ошибся сейчас Ну зря пошел в аркаду И раз уж увидел Что все плохо Надо было стенку Ставить на проходе И уходить Ну там Ну чтоб выстрелы Просто блокировались Есть у нас Как она называется Буря Вьюга Звенит Януарская Вьюга Но они достаточно Медленно продвигаются Так что все Неплохо Туда А я лучше Вот сюда Вот пройду Тут во-первых А кто Двигает Вообще Слышь ты Ах ты гад Не попал Кажись Справа еще Кто-то идет Клево Да Просто Вот ультимативно Взял И решил Проблему Вообще Жесть Просто Просто Жарит Ай Вот это Чуть-чуть Ну я скоро буду успевать Такие вещи делать Ой Классно Классно Особенно в помещениях Да Вот выходит И хрен туда Дойдешь Сама может там Подмораживать С тыла Ой Хорошо Да Я понял Как ее можно В таких Помещениях Как ее плюсы Раскрываются Понимаете Вот здесь правда Открытое помещение Это Да пофиг Я пойду Лучше сюда Перехватывать народ Пока они На точку не прошли Там фары стреляют Плохо В любом другом вообще моменте Когда вот два человека тебя добивают Это гувчинские У большинства героев Просто вот Ну не сделать ничего Просто в такой ситуации Когда нет хп Нет ни хрена А тут начинается Какая-то вообще дичь Нет Сейчас плохо Я не успел нажать Там трейсерка Кстати Трейсерка новая Да Я Я ее и не услышал Не среагировал на нее 228 Времени там остается Если тиммейт Но один в один Она Уже А если не один в один То стеночки тебе в хелп И все И пожалуйста работаем Не боишься? Уинстон Не боишься? А не Не боится ТП нет А нет Я уже жалую не откатилась Надо было уходить Коптечки через дорогу Но я уже обнаглял Что-то С полными танками Начал перестреливаться Ну нормально Я ее почти убил Чего? Я на меня рассчитываю Форсфилды почти Да, да, да Кстати Форсфилды очень похоже По механике на эту тему Ну вот Ой, блин Вот это плохо Дверь открывается Я пожалуй Надо понять вообще Кто где Ой Две ракеты Я просто Отдых ракет умер И от снайпера Ну я уже был мертвый К тому моменту То есть он 22 Видите, нанес Я два рокета Сожрал Так нельзя делать Ну едем Вот здесь вот только Нет Помещения такого Которое Хотя сверху есть Там же корабль Наверху Правильно? И снайпер стоит Наверху Вот его мы В общем-то и можем Да, вот отсюда Наверное Давай Ох Серий убийств И этот Замораживается Вообще Просто В нули Ну это Ханзо красавчик Конечно Ультанул Прям вовремя Но Сразу Это было Очень круто И заморозка И Они там Офигели Заморозься Дурак Чувствуете Халяву Просто Идешь Зажимаешь Кнопку И получаешь Уже На танк Плес Зачем-то Не должен Лезть Я могу Ой, плохо Ой, плохо Ну зря Полез Опять Один В двоих Полез Еще двое С другой стороны Почувствовал На кураже Что называется Макрит Очень стреляет Но всякие Люси Вот эти С четырьмя Выстрелами По Пятьдесят Они лесом Идут Они мажут Во-первых Во-вторых Фара Да, тут очень Некомфортно Я себя ощущаю Ульта есть Я не вижу Где сейчас Распад Блин Двоих Заморозил Перед Кинул Ульту Сделал Инвул Тоже Кстати Классная Связка То есть Тебе нужно Некоторое время Что противники Подморозились На ультимейте Они не сразу Замораживаются У тебя ХП мало То есть Ты кидаешь Ульту Делаешь Соответственно Неуязвимость И опять Восстанавливается ХП Во-первых И во-вторых Есть время Для того Чтобы понять А что делать Дальше Может быть Куда-то Стенку поставить Кого дамажить В первую очередь Вот это плохо Так не хочу Ну ладно Поехали Вроде Все Кажется Слева Кто-то Еще живой А Фара Еще Ай Отличная Стенка Ну вроде Все ГГ Ох Я за нее Поиграю Без стрима Поиграю Обязательно Такие у нее Еще Валенки Лучший игрок Матч Так жгут Я перехожу На Warcraft Нет Я же Зарю Хотел Еще Зарю Зарю Еще Время Есть Какие Валенки Это Унты А чем Отличаются Унты От Пим Например Ча Разок Сыграем За Зарю Главное Чтобы Ну короче До первого Игрока Матча Вот Ну вот Разок Максимум Два Мы Сила Заря Оборона Гибралтар То что нужно Простая Русская Девушка Зеленые Глаза Розовые Волосы Бицуха И Энергопушка Не хватает Медведя И В общем-то Какой-нибудь Балалайки За спиной Именно Так Нас Видят О Еще Одну Зарю Взяли Нет Так Солдат Трейсер Каханзо Зиньяд Я единственный Танк Я единственный танк Хреново Кто у нас будет На кого щит накидывать На себя На трейсерку и солдата В первую очередь Конечно Трейсер Это постоянно получает И она любит получать В общем-то Понемногу Только Так По позициям Что Лол У нас Кто Ой Какой Лол А Сквалол Солдат Какой-то Далековато Вышел На мой взгляд Так Они все Справа Будут выходить Надо поддерживать Пацанов С этой стороны Ой Молодец Сразу Остановила Ой Полетели Уже Блин Уже на ульте Товарищ На кураже У меня хп нет Да Я полез в бой Конечно Ну там аптечка Но сзади была аптечка Которую С большей вероятностью Я мог взять А так ошибся Конечно Вообще Хороший В трейсерку попал Правда У него Скорее Нервные Были выстрелы Потому что Он убив меня Еще поражал Серию Но они уже Угруза Три человека Два Находятся Мы что там Мы все живы Только Я Слоупоко Иду вперед Вот тут Ни черта нет В плане Вижена Вообще Я с Деньятой Пойду Ну Ну Угруза Угруза Скилку взял. Но они уже впереди, ё-моё. Есть ульта. Да какое? Я не ту кнопку нажал, капец. Вот я Васил. Просто Василий. Просто. Ой, этот выходит ещё. Блин, дайте мне... Да, телепорт невыгодно убивать. Он достаточно плотный. Надо было по ловушкам и симметру бить. Плохо, плохо, плохо. Невнимательно. Расслабила меня Мэй. Слишком она крутая. У них огромный запас по времени. Они уже подходят к следующей точке, уже всё. Ещё ульта от Люси. Да это стена им, в общем-то, по барабану. Так. Да, Райнхард топич, конечно. Ой, нет. Я не разогретый, я пустое просто. Попробуем. А, ну тут... Тут другая ульта зашла. Надо толкать назад. Не стоит лезть вообще вперёд, надо толкать просто. Зачем они лезут? Нам же время нужно выиграть. Да, ну брось. Капец. Я не хотел на него одна-одного ульту тратить, ребят. Это мне потом бы аухнулось. Но, возможно, надо было попробовать покайтить. Ну, то есть попробовать отступить. А вот это плохо. Я ни разу нормально не ультанул там. Похерил ульту разок. Щит не отработал как надо. Ну, а толкал. Жесть. Забейте, ребят. Сори. Сори. Сыграл как... Как просто... Просто без... Ужасно сыграл. Я исправлюсь. Ну, тут вся тема вражеская отыграла шикарно. Ну, ффа по расписанию 22.00. Но я хочу на радостной ноте закончить овервотч. То есть, во-первых, ну, не обязательно победить, но хотя бы сыграть так, чтобы был доволен. Хотя бы морально победить. Ну, что бывают ситуации, что команда проигрывает, а ты там лучший игрок матч и вроде как все делал, как хотел. 21 сказал? Что 21? Да нет. Сначала было 22, потом 21. Крепитесь, пацаны. Болейте, болейте за меня. Если сейчас вот начнется слив, то это все. Это пиши пропало. Я же буду до конца играть в овервотч. Я не смогу остановиться. Нельзя на лузы заканчивать. Конечно, это будет не позитивно совсем. Сообщение дня, посмотри, говорит Крусификс. Сообщение дня писал Петр, 74 Рус. Для начала. Вот, видите? Сейчас он уже подправил. Что за сообщением дня тыкайте? Ничего тут не ясно. Ничего не знаю, я не отвечаю за действия помощников. Так, у нас в команде. Хорошо, что есть... Этот, короче, турбосвин. Он очень хорошо поглощает урон. Наверное, лучше всех. Он любит танковать, он может танковать. Он должен танковать. Да, вот, именно здесь неплавно фпс идет. Из-за, видимо, большого количества автоматов, эффектов и прочего. Не оптимизировано должным образом. Ты сейчас про сайт. Про сайт это известная вообще тема. Я тут вообще думал Мэдисону передать управление, в общем-то. Потому что свежий взгляд. Четкая такая критика. Мы созвонимся обязательно на следующей неделе и обсудим процесс долевого участия, все дела. Ну, понятно. Тут сразу Бастион. Захожу под него. Но даже не умудрился убить его, понимаете? Даже не убил. Там еще один Бастион, да вы ее офигели. Друзья мои хорошие. Бастион, ты попутал, кажется, да? Там, правда, Макри помог скорее. Не шути, так я серьезно, вы что? О, согнал Бастиона с этой точки. Так, тут трупы. Как он больно бьет? Ну, дисгармония и точные выстрелы. С ноги еще. Хорош. Обсудите, как он извиняться будет. Все. Хорошо. Хорошо. Я там заметил, что некоторые товарищи переживают, что... Он вроде как меня задеть мог, обидеть. Что, как так? Михаил, почему ты его не забанишь? Блин, тут Бастион. Беспокоятся, пацаны. Хорош. Вот это было четенько. Как пробиваться-то будем? Я не знаю. Ну, ломиться в лоб, это как бы... Это, конечно, опасно. Накопил на ульту. Попробую обойти. Докладывает пара. Готов? Дожигать. Огонь по готовности. Там сзади кто-то мне еще дэмэджил, кажется. Огонь по готовности. Нет, нет, никто. Никто, просто Макри четко выстрелил вблизи. Ты же у нас такой один такой тиран. Ну, надо пробовать все-таки. Я давно искал человека, который способен... Ну... Способен, понимаете? Блин, вообще не пробежать. То есть у меня фулл хп, у меня щит, но... Бастион это бастион. Давайте возьмем просто нашу подругу, просто. Двух. Потому что она вроде как должна помочь. Зайчиками. Только надо дождаться, когда наша рестница. Ой, ёп. Моё. Фулл хп. Фулл хп. Какое фулл хп? У тебя 185. Подруга дней моих суровых. Ну, как так? Ну, я готов выйти. Давай, раз. Жду, когда откатится. Блин, хрень. Просто хрень. Два не может ворваться сама. Особенно, если турельки уже нет. Хорош. Ханзо, красавчик. Я тебя прикрою. Ну, даже близ, конечно, мы тут пройдем. Пробьемся через оборону их. И грамотно, главное, стреляют. Не стреляют в том случае, если... Сейчас попробую обойти. Зайти хотя бы... Да, это сразу два ультимейта. Ну, я тащу как могу, но я тут не вытащу против четверых, вы знаете? Ну, никак не вытащу. Когда идут штурм точки, нужно действовать слаженно, скоординированно. Я этим тоже очень часто грешу. Вот. Ну, здесь Ханзо был красавчиком. Да, это, скорее всего, и есть. Вообще, выстрел, удар, выстрел, удар. Классно. Ну что, это не победа. А значит, мы продолжаем. Ну, это не победа. О, сейчас будет оборона. Совсем другое дело, да, казалось бы? Вроде как, Заря действительно на обороне смотрится значительно лучшим. Учитывая альтернативочку, учитывая откатывающуюся способность на дефенс, учитывая то, что противники вынуждены ломиться, и ультимейт лучше работает АОЕшный. Не надо-то кидать щит. У Ханзо отстреливается с респаса своего. Хорошо стреляет. Да, и быстро подстраивается. По курсору видно, что он за Ханзо прям... А, это он и есть, что в прошлой игре был, да? Блэктостер. Так, туретка, танк 1, танк 2, солдат, неплохо. Симметра бы какой-нибудь, или какого-нибудь саппорта другого. Наверное. Хотя можно взять и на дамаг человека. Именно не на штурмана, да хотят дамаг, кто редко есть. Наверное, саппорт нужен здесь лучше. Ангел, симметра. Хорошо, зайдут. Поехали. Фелдуин. Последний товарищ не определился еще с классом. Что несколько настораживает. Ага, он взял... Грубо говоря, штурмовика, да? Ну, это Гэнзи, или как его там зовут, нового героя. О-о-о-о, пацаны пошли в атаку. Ну, ладно, значит. Обороняемся таким способом, да? Я рядом с Бастионом пока что. На него и поле хорошо работает. Но это плохая страта. Я уже неоднократно говорил, что на подобных картах... Лучше не приходить на респ к противникам, а строить оборону на точке. Ну, иногда такая стратегия работает. На Вольска я все никак... Надо бы поднять АПМ, она говорит. Блин, лезь на Ангела с танком. А они сейчас должны бы Стиона обойти. А, тут уже никого. Ну, там один справа остался. Нет, трое справа. Да я слышу, что там проблемы у нас точку захватывают. Давайте наглеца этого увидим. Хрень. ХП мало. Щит, не на кого кастовать. Нет! То есть хорошо уже. Огонь по готовности. Ну, тут некого огнить по готовности. Никого нет. Мы защитились. Это самое главное. Я думал, что они будут продолжать штурмовать. Там их было как минимум двое. О, отталкивается реально. Или поглощается. Поглощается урон. И все отходят справа. Там нужно и помочь щитом, и принять самому. Нет, справились. Видишь, Бастион слева обходит. Ой, ёпа, РСТ. Ой, плохо. Плохо, плохо, плохо. Да я не успевал никаким макаром. Шифт не откатился. Они точку, судя по всему, захватывают. И мы переходим ко второй фазе. Две минуты оставалось там. Хотя нет, наши там три человека. Может, и успеют? Да, щечка становился. Три человека врага. Нет, все, захватили. Так, надо же, надо же либо выиграть, либо топичем стать. Давай, собрался. Чтобы стать топичем. Все у тебя есть для этого. Все. Ты знаешь, что нужно делать? Можно было уже сто раз его убить. О, Бастион шикарную позицию выбрал. Очень наглую. Но... Ой. Плохо. Где? Ой, сзади. Так, я на точку, пацаны. Просто укольчик. Макри слева. Справа там экшн. Блин. Твоишь налево. Есть лютимейт. Но мне казалось, я поле поставил. Да, щит в кд у меня был. Долго держаться. Больше пяти минут. А это сложно, когда вот такой хаос происходит уже на текущем этапе. Блин. Трейсерка продолжает стабильно уничтожать. Вообще она всех уничтожает. Блин. Твоишь налево. Все, опять проиграли. Ну там двое еще живы, но это маловероятно, что получится. Да, и они там ультуют. Маловероятно, что... Или это наш ульт, наш ультует. Фух. Мне казалось, что зиньята там у них тоже есть. Негативный я настроен, мне кажется. Негативный. На поражение. Трейсерка опять он. Щит слоупочный. Сверх слоупочный. А как ты... Ладно, давай ультанем здесь. Я понимаю, что за это не дадут в момент матча, но, по крайней мере, я пользу команде принес. Правильно, Винс? Ульта есть у... Ну, неизвимый, в общем, есть у... Дзиньяты. И... Есть ульта у Винстона. Ё-моё. Ох, щит зарядил полностью. Кто там Куроу? Ты Куроу, да? Да, но здесь ультимейт. Восстанавливаем хилку. Дзиньят очень вовремя против ульты Ханзо. Врубил просто. Ой, хорош! Вообще найс! Так классно Турбосвин. Вытащил буквально из меха. Диву. Так, я не настрелял нормально на... Рейсерка вообще сумасшедшая. Битая очень, но сумасшедшая. Я не знаю, там как я вписался, какой-то урон нанёс. Опа. Ох, там режет. Там солдат сверху. Ультимейт, ультимейт. Да, не стоит выходить так далеко. Ой, вот это очень плохой. Да не надо ультой сейчас езать. Там не было никого фактически. Восстанавливаем хп. Не, не, нет. Ладно, давай ультой. Вот это было хорошо. Может и хватит на момент. Правда, после этого никого не осталось. Это проблема. Но это в любом случае было полезно команде. Так что, наверное, я... Почти добил. Если бы хватило... Ну, там, совместными усилиями добили. Я тебя прикрою. Они должны ломиться. К сожалению, у меня больше ульты-то не будет. Ой! Убейте его, ну. Полный разогрев. Да, никак. Я на ульту больше не накоплю. О, хорошо. Вот это было красиво. Вы у меня в п... В жбан такая альтернативочка полетела. Причем я видел, что он поднимается. И решил, что на опережение успеем сделать. Но это такие вещи, как правило, не прогнозируются. Да, видите, я опять в пролете по лучшему игроку. Но, по крайней мере, мы победили. И нота, безусловно, в завершении трансляции по Overwatch. Позитивная. Спасибо тем, кто смотрел Overwatch. Сейчас будет безумный, жестокий Warcraft. Каждый сам за себя случайный раз у случайный герой. В общем, будет жарко. Как-то так. Так, так, как-то так. Сейчас, секундочку. Надо свет еще включить. Я думаю, 22.3, в общем-то, неплохой результат, да? Вроде как. Так, единственное, надо тут сразу захват поменять. И чатик нужно сделать правильным. И захват нужно сделать правильным. Ничего не видно, говорят. Не может такое быть. Попробуйте ВИНАМ переустановить. Если там какие-то проблемы. Или кодеки. У всех, ну, у большинства должно быть все нормально. Все ли нормально? Хорошо. Так. На премии все, говорят. Говорит товарищ, у которого премии ему нет. Молодец. Ой, смотрите, какой я лохматый. Ой, я же. Я классно принял ванну, но голову не мыл. Или не расчесался просто. Это будет круто. Давайте без вебки сегодня. Так, в конце концов. Лучше сделать бобра пирата огромного. Смотрите, какой красавчик. Сейчас покажу. Вот он какой. Вот так вот. После F5 стало видно. Ну, это странно, конечно. Появилось все, кроме чата. Не может быть. То есть, а вот сейчас и чат появился, что ли? Смотрите, раз. Сейчас появился. Невероятно. Я никогда бы не подумал, что до этого на стриме был черный экран. А после этого неожиданно появился чат. Так, ну все. Я не знаю, кто-нибудь... Ну, там, Крусайфекс или Крушевекс. Товарищ, который захостить может. Данпил может быть с нами. Но он молчал. Не проявлял себя вообще никак. Ах, и надо еще изменить настройки в Варкрафте. Там же разрешение повыше. Full HD, а не HD. Эх, придется сделать стоп-старт трансляции. И вы не расстроитесь? Да нет.